Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашин. Здравствуйте. Новые ограничения начнут действовать с 5 января в Казахстане. В постановлении главного санврача говорится, что в будние и выходные дни вход в ТРЦ, большие магазины, в частности, непродовольственные, караоке разрешаются только при условии наличия безопасного зеленого статуса у сотрудников и посетителей. В Минздраве поясняют, такое решение принято на фоне быстрого распространения омикрон-штамма, заразность которого в 5 раз выше, чем у варианта Дельта. Число привившихся от COVID-19 первой дозой в Казахстане приблизилось к 9 миллионам. Оба компонента вакцины поставили 8,5 миллиона жителей. Набирает темпы также иммунизация препаратом Pfizer. Свыше 350 тысяч подростков беременных кормящих женщин получили первый укол. Эпидопостановка в республике стабильная. За сутки, по данным Минздрава, зарегистрировано 457 случаев заражения. 2022 может стать последним годом пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ, но сделать это, по мнению Тедроса, от Ханама Гибрейсуса, получится только при условии, если странам удастся грамотно распределить вакцины. ВОЗ неоднократно критиковало государство, которое предлагает своим гражданам делать третьи прививки, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила и первую дозу антиковидного препарата. Такой подход создал идеальные условия для появления омикрона. И чем дольше будет нарушаться принцип справедливости, тем выше риск дальнейших изменений этого вируса, которые мы не можем ни предотвратить, ни предсказать, сказал Гибрейсус. К концу декабря во всем мире, отмечу, привились более 8,5 миллиарда человек. Французские власти вновь ужесточают антиковидные меры на фоне резкого всплеска заболеваемости. В стране выявили более 200 тысяч заражений за сутки. С завтрашнего дня маски в общественных местах потребуется носить детям от 6 лет и старше. Об этом говорится в новом постановлении правительства. Ранее требовалось носить защитные маски только детям в возрасте от 11 лет. Минздрав пока не стал водить в республике комендантский час, но всех жителей обязал перейти на удаленный режим работы при наличии возможности. 4,5 тысяч авиарейсов отменили в мире в новом году. Большинство таких инцидентов пришлось на китайские, японские и американские воздушные гавани. Из Чикаго, например, накануне не смогли вылететь более тысячи самолетов. Помимо распространения коронавируса среди сотрудников авиакомпании, планы путешественников нарушил снегопад. В городе штормовое предупреждение, из-за чего в аэропорту застряли сотни пассажиров. Всего, по данным сайта FlightAwares, с 24 декабря в США отменили более 12 тысяч авиарейсов. Я уже несколько часов в ожидании. Здесь вообще нет свободного места, чтобы где-нибудь перекусить или отдохнуть, так как очень много людей. Житель Южной Кореи сбежал в КНДР. Как сообщили в Сеуле, датчики отследили движение неизвестного человека в демилитаризованной зоне в провинции Канвандо. Для его поимки развернули спецоперацию, однако тот успел пересечь границу между двумя государствами. Южнокорейские военные направили в Пхеньян уведомление о произошедшем. О судьбе перебежчика пока ничего не известно. В Австрии вступил в силу закон, разрешающий неизлечимо больным и длительное время страдающим от тяжелых заболеваний гражданам воспользоваться эвтаназией. Для получения такого права пациенты должны написать специальное заявление. При этом одобрить процедуру могут только после экспертизы двух независимых врачей. Также необходимо предоставить подтверждение диагноза и доказать, что человек может самостоятельно принимать решение. Кроме того, новые поправки по-прежнему запрещают применять эвтаназию в отношении несовершеннолетних и людей с психическими заболеваниями. 74-летний француз отправился в плавание через Атлантический океан на Каное. Мужчина надеется достигнуть берегов США через 90 дней. Бывший военный Жан-Жак Савин основательно подготовился к увлекательному опасному путешествию. По его расчетам, сидеть на веслах он будет по 10 часов в сутки. Его 8-метровое каное весом под тонну сделано специально для таких случаев. На борту находится около 300 килограммов припасов, в том числе бутылка шампанского, которую Жан-Жак Савин намерен открыть в день своего 75-летия, 14 января. Отмечу, в 2019 году француз уже пересекал Атлантику в трехметровой бочке. Ташкентские лимоны способны плодоносить и в степи, и в суровом климате. Мифы о теплолюбивых цитрусовых развеял агроном из Атравской области. В теплицах Виктор Шефер собрал больше 20 тонн лимонов, и этому он сам приятно удивился. Секреты селекции, помноженные на упорный труд, узнали наши корреспонденты. У Виктора Шефера из села Сарайшик будет плодоносить и сухостой. Это аксиома. С одного лимонного дерева аграрий собирает до 100 килограммов урожая. И это в Атравской области с сильными ветрами, дефицитом естественной влаги и солеными почвами. Изучив десятки зарубежных сортов цитрусовых, местный растеневод привез и адаптировал под местный климат ташкентские лимоны. Наш сорт называется Мир. Поливаем капельным урожением. Ежегодно мы собираем до 20 тонн. Выращивание несложно. Мы выращиваем из ростка лимона. Но здесь агрономы лукавят. Экзотичные лимоны зимуют лишь при температурах от 2 до 5 градусов. И чем теплее, тем лучше. Чтобы в световой день саженцам было максимально ультрафиолетово, теплицы построили с раздвижными окнами и отопительными системами. Обслуживает цепличный комплекс, нанятые хозяйством местные жители. В теплице работают преимущественно сельчане. В летнее время на подмогу приезжают студенты-практиканты. Удивительно, но у нас, а не в большом городе, они познают новые агротехнологии. И мы этим гордимся. В селе Сарайшик созданы и линии переработки урожая. Ежегодно здесь выпускают больше 8 тонн натурпродукта, лимонных и яблочных соков. Товар отправляют в некоторые регионы страны. Впрочем, объемы поставок не столь внушительные. Со слов фермеров, их реально увеличить вдвое. Однако для расширения производства необходимы государственные субсидии с покрытием инвестиционных затрат на содержание теплиц. Вячеслав Фитлугин, Зарина Бесембина, Арастамбек Кинжей, Тимирлан Султангазиев. От Ирауская область, Хабар-24. Казахстанские банкноты и монеты самые красивые. Убеждена жительница Уральска. Галия Сатыбалдина – ветеран банковской сферы, коллекционирует деньги разных стран мира. Со слов пенсионерки, нумизматика не просто хобби, это еще и выгодная инвестиция. Подробности в нашем сюжете. Казахстанской валюте в этом году 28 лет и не все знают, как выглядели банкноты в 93-м году. Галия Сатыбалдина вспоминает, с работы тогда они уходили сутками. Настолько ответственная была миссия. Именно отсюда разъехались по стране первые партии тинги. На нашей западно-казахстанской земле впервые в истории введения национальной валюты приземлились самолеты ИУ-86, которые совершили 18 рейсов из Лондона в Уральск. В обстановке строгой секретности эти грузы перевозили под видом оборудования. И к 15 ноября развезли нашу первую национальную валюту во все областные филиалы. Именно тогда Галия Сатыбалдина и начала собирать банкноты и монеты. Сейчас в ее коллекции валюты многих стран мира. Особое место в коллекции занимают казахстанские коллекционные и инвестиционные монеты. Ощущение мне радости и гордости. За нашими вот этими монетами бегают, борются, хотят приобрести нумизматы всего мира. Новый бикалорный набор из серии «Житоказна» с мельхиоровой монетой коллекционер получила как раз во время съемок. Из последних приобретений также монеты из серии «Культовые животные». Инвестиционные монеты, золотые, серебряные, и проба 3 девятки. Ежедневно по ним курс устанавливается по фиксингу на лондонской бирже. То есть тоже доходность выше, чем по депозитам, и удобно вкладывать. И в любой момент человек может как продать коллекционерам, так и вернуть в Национальный банк. И получит он сумму эквивалентную на ту дату, на которую он будет сдавать. Коллекционные монеты – отличный пиар-инструмент. Они несут миру кусочек культуры и истории Казахстана, считают специалисты. А их нумизматическая ценность растет с каждой новой победой. Казахстанские монеты, к примеру, с 2000 года завоевали 23 награды в международных конкурсах за качество, дизайн и инноваторство технологии. Ботогос Базарбаева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Уральск, Хабар, 24. В Актаусском СИЗО создали целые аулы. Спичик один из осужденных так решил выразить свою любовь к родному краю. На создание поселения в маленьком масштабе у мастера ушла не одна неделя. О хобби и мечтах за колючей проблокой сюжет Тамары Степановой. Сейчас я обрезаю края дома, именно крыши передней части фасада. Спичка за спичкой осужденный Кайрат Узакулы выкладывает очередной домик. Элементы соединяет обычным столярным клеем. Надо ставиться. Крыши тоже, чтобы заглядывали внутрь, открывающиеся делом. А дверь? Двери. Это такая идея. Вот чай. От нее вот эти сцепверы. Беру и их вставляю в спичку с двух сторон. И вот за счет этого она открывающаяся становится. Бывший экономист получил срок за незаконное приобретение, хранение и перевозку оружия. Был приговорен к восьми годам. Три из них уже позади. За это время многое уже освоил. К примеру, построить аулы спичек и поставить все домики на куриные ножки умельцу показалось мало. Он решил научить их играть в футбол. Для необычных игроков даже приготовил футбольное поле. На один ряд крыши одна пачка спички выходит. И считаете, на одну сторону только три пачки вышли. И иной раз бывает, что спички не все-то идеальные же, ровные. Бывают кривые, приходится убирать лишние. И примерно, по моим посчетам, около двух с половиной блоков ушло на один домик такой, чтобы этот домик соорудить с ножками. По словам автора, спичечные поделки символизируют родной очаг каждого казахстанца. Там, где любят и ждут. Кроме спичечных домиков, у Кайрата есть еще одно хобби. Разновидность много вязания. Есть варианты с накидом, есть без накида. На данный момент сейчас используем без накида. Считать надо постоянно здесь. Здесь постоянно фиксировать, записывать, сколько накидок сделаю. Мужчина связал уже больше 20 пар носков. Половину подарил родным, остальную часть сокамерникам. Своим хобби осужденные занимаются в свободное время с 18.30 и до отбоя. Они могут не только создавать поделки, но и тренироваться в спортзале. Что касается Кайрата, то он покупает спички в местном магазине при учреждении. Конечно, такая работа психологически очень позитивно сказывается на осужденных. Если они участвуют в конкурсах, то призеры поощряются грамотами. Это вносится в личное дело. Такая положительная характеристика также играет роль при сборе документов на условно-досрочное освобождение. В планах Кайрата у Закулы собрать еще пару домиков. Это будут двухэтажные строения с мансардой. Один из них будет похож на тот, который он мечтает построить для своей семьи, когда выйдет на волю. Замечательный подарок новогодним праздником получил житель Шимкента Нортлео Жаналиев. Мужчина почти не видит, тем не менее, чтобы прокормить семью, работает дворником. Вместе с супругой и четырьмя детьми он снимал комнату в общежитии. О трудолюбивом и ответственном человеке, не жалующемся на жизненные трудности, мы уже рассказывали. И после выхода материала в эфир, узнав о его нелегкой судьбе, неравнодушные казахстанцы собрали деньги, и семья смогла купить просторный семикомнатный дом. Услышав эту новость впервые, я еле сдержал слезы. О собственном доме я мечтал всегда. Теперь мои дети живут в своем доме, мы очень счастливы. Я не знаю, как выразить мою огромную благодарность всем, кто помог нам. Спасибо большое. Японские ученые начали разработку вакцины против коронавируса, способной защищать организм человека на протяжении всей жизни. За основу исследователей Токийского института меднаук взяли вакцину от ОСПы. По их словам, препараты, использующие вектор вируса ОСПа-вакцины, являются самыми мощными. При этом они обладают минимальными побочными эффектами и не нуждаются в особых способах транспортировки и хранения, что в конечном итоге поможет справиться с ковид. Специалисты уже начали опыты на животных, планируют провести клинические испытания с участием добровольцев в следующем году. При наличии финансирования проекта разработку могут вывести на рынок уже в 2024 году. На этом мы закончим, немного позже вернемся. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин